Друзья, привет! Мы с вами продолжаем изучение английского языка. Really, let's continue learning English. И мы с вами говорим про английские топики, и с вами поговорим про следующий топик, который называется summer. Summer переводится как лето. И напишем несложный, но, как всегда, very interesting English topic. Очень интересный английский топик. So, let's do it. We are ready. Мы готовы. So, you know, вы знаете, you know, очень полезная разговорная фраза. Мы очень часто используем разговоров на речи you know. И дальше говорите, summer has come. Лето наступило. You know, summer has come. You know, summer has come. It's such a wonderful time. Это такое прекрасное время. It's such a wonderful time. It's such a wonderful time. I think, я думаю, все меня поддержат. I think everyone will support me. I think everyone will support me. As for me, что касается меня, я действительно с нетерпением ждал лето. I was really looking forward. I was really looking forward. Look forward. Это такая очень хорошая фраза. Мы с вами как раз ее используем для обозначения того, что мы с нетерпением чего-то ждем. Итак, let's continue. Let's go on. I was really looking forward to summer. Я с нетерпением ждал лето. Ну, в принципе, неплохое преисловие. Дай с вами продолжим. What can we do in summer? Что мы можем делать летом? What can we do in summer? Lots of things. Множество вещей. Lots of things. Lots of things. Мне особенно нравится. I particularly like. Можно говорить просто I like. Мне нравится. Но чтобы усилить, можно, например, говорить I really like. Really – это мне действительно нравится. Или же есть такое слово, которое называется particularly. Particularly. Очень интересное выражение. I particularly like. Мне особенно нравится. I particularly like. Spending time. Мне особенно нравится проводить время. I particularly like. Spending time. In the open air. На открытом воздухе. In the open air. It's very good. Это очень хорошо для нашего здоровья. It's very good for our health. It's very good for our health. Don't think. Не подумайте. Don't think. Опять же, очень такая интересная фраза. Не подумайте. Don't think. Разговорный. Don't think that I only go on foot. Я только хожу пешком. I only go on foot. Don't think that I only go on foot. I'm really keen on. Я действительно увлекаюсь. Keen on. Очень полезная фраза. Переводится как увлекаться. I am really keen on cycling. Cycling – это как раз катание на велосипеде. Детально на велосипеде. I'm really keen on cycling. По-другому – riding a bike. Но обычно мы это говорим как cycling. I'm really keen on cycling. I like. Мне нравится. Ну, на самом деле, может быть, простое предложение, но зато мысль, мне кажется, глубокая. I like speed. Мне нравится скорость. Мне нравится скорость. I like speed. Далее, смотрите, продолжаем с вами. Следующая важная вещь. The next important thing заключается в том, что is that summer time, что летний период времени, is there a summer time, это период каникул, is a period, is a period, is a period of holidays, is a period of holidays, это период каникул, is a period of holidays for many people, для многих людей. Ну, конечно, не для всех, for many people. For many people. You can do. Ты можешь делать, что ты хочешь. You can do what you want. Ты можешь делать, что ты хочешь. You can do what you want. You don't need... Тебе не нужно... You don't need to go to school. Тебе не нужно ходить в школу. You don't need to go to school. You don't need to go to school. You don't need to go to school or university. You don't need to go to school or university. You just need... Тебе просто нужно сдать экзамены. You just need... You just need to pass the exams. You just need to pass the exams. I have less work. Можно также добавить... Немного с вами была фраза as for me. Также можно сказать as for as I'm concerned. Очень полезная фраза. Она означает то же самое, что касается меня. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned. I work less. I work less in summer. Я работаю меньше летом. I work less in summer. I like. Мне нравится проводить время. Мне нравится проводить лето на даче. I like spending time in the country house. I usually go abroad. Я обычно езжу за границу. I usually go abroad. I usually go abroad in summer. This summer. Этим летом. Или, можно сказать, вначале, что я пущу этим летом. I'll visit. Или I'm going to visit. Я собираюсь пустить. I'm going to visit. I'm going to visit California. I'm going to visit California and Madrid. И Мадрид this summer. Good plans. Хорошие планы. Good plans. I know. Я знаю. I know the traveling. Я знаю, что путешествие is so exciting. Это так волнующе. Так выдачуящее. The traveling is so exciting. The traveling is so exciting. Мы здесь запечатки. Мы сразу с вами все походу уберем. I know the traveling is so exciting. I don't understand people. Или, можно сказать, to be honest. Опять же, разговорные фразы. To be honest. To be honest. To be honest. Хочу быть честным. To be honest. Честно говоря. To be honest. I don't understand people. Или я не совсем. Или я не полностью понимаю людей. I don't understand. I don't understand people. Who like. Которые нравятся. Who like. To stay at home. To stay at home. All day. Которые нравятся проводить целый день летом. Who like. To stay at home. All day. All day. Even in summer. Even in summer. Даже летом. Even in summer. To be sincere. Смотрите. У нас была фраза. To be honest. Также есть фраза. To be sincere. Honest. Это честное. А sincere. Искренне. Искренне говоря. То есть, я на самом деле. I'm sincere. With you. To be sincere. I like learning. Мне нравится учиться. To be sincere. I like learning. Мне нравится учиться. I like learning. I like learning English. Мне нравится учать английский. But I can't do it. But I can't do it all day. Я не могу делать это целый день. But I can't do it all day. I need diversity. Не нужно разнообразие. I need diversity. Diversity. Это разнообразие. I need diversity. I have come. Я пришел к одному интересному выводу. I have come to one interesting conclusion. I have come. Я пришел to one interesting. To one interesting. Ну, это с моей точки зрения. To one interesting from my point of view. To one interesting conclusion. Interesting conclusion. Сейчас мы все подправим с вами и продолжим. Conclusion. I have come to one interesting conclusion. I noticed. Я заметил. I noticed one thing. I noticed one thing. If I do sport. Если я занимаюсь спортом. If I do sport. I learn English. I learn English better. Я изучаю английский лучше. It sounds strange. Это звучит странно. It sounds strange. Это звучит странно. But it's a fact. It's a fact. It's a fact. It's a fact. Physical exercises. Physical exercises. Physical exercises help me. Помогают. Help me. Exercise. Exercise. Physical exercises help me learn English. Или help me study. Help me study. Next. So the next thing. Следующая вещь. I need breaks. Мне нужны перерывы. I need breaks. For example. Например. Или what does it mean? Что это означает? What does it mean? What does it mean? Что это означает? Let's look. Давайте с вами посмотрим на две ситуации. Let's look at two possible situations. На две возможные ситуации. Let's look at two possible situations. Обратите внимание на правильное ощущение. Не situation, а situation. Let's look at two possible situations. Let's look at two possible situations. I can learn English. Я могу изучать английский. I can learn English for seven hours. Without any break. Я могу изучать английский семь часов без какого-либо перерыва. Without any break. It's one. It's one option. Это одна опция. То есть это одна возможность. Или it's one variant. It's one option. Или же. The second. The second variant. Второй вариант. Второй вариант заключается в том, что Is that I study English. That I study. Что я занимаюсь английским. Right. That I study. Что я занимаюсь английским. That I study English. That I study English. For two hours. Два часа. Then I study English for two hours. And then I have a break. And then I have a break. Затем есть перерыв. Then I have a break for two hours. Два часа. Then I have a break for two hours. After that. После этого. After that. I study English. I study English. После этого я изучаю английский. For three hours. For three hours. In total. В совокупности. In total. Это в совокупности. Это тоже такая вот полезная фразочка. In total. I study English. I study English less. Меньше. For five hours. Пять часов. I study English for five hours. Instead. Вместо. Instead of. Seven hours. I study English less. In total. I study English less. For five hours. Instead of seven hours. But. No. But. Но моя продуктивность. Моя производительность. But my productivity. But my productivity. Is much higher. Намного выше. But my productivity. Is much higher. Higher. But my productivity. Is much higher. In addition to it. В добавлении к этому. In addition to it. I feel much better. I feel much better. I feel much better. And really. And I really feel. Можешь сказать действительно. And I really feel. And I really feel much more positive. Я действительно чувствую себя намного более позитивным. And I feel much more positive. You know. Вы знаете. You know. It's very important. Очень важно. It's very important. To do. You know. It's very important. To do everything. Делать все. With pleasure. Делать все с удовольствием. You know. It's very important. To do everything. With pleasure. I also believe. Я также верю. Я также считаю. I also believe. Это касается английского. It concerns English. It concerns English. Изучение английского. Не исключение. Learning English. Learning English. Is no exception. Exception. Это исключение. А is no exception. Вот такая разговорная фраза. Is no exception. Ну. Честно говоря. Не хочется отнимать ваше время. I don't want to take your time. Уже 15 минут я ваше время занял. Единственное. Что еще мне хотелось бы сделать. Это вот все повторить. Но только на английском языке. Что мы уже окончательно все с вами закрепили. Патерновали. Окей. So let's do it. Окей. Summer. Ну все проверим заодно и повторим. Как говорится. As usual. Как обычный. Или as always. Как всегда. Все это means the same. Или more or less the same. The same. Это одно и то же. More or less the same. Пробязательно одно и то же. Ну. Я думаю. Это неплохая идея записывать длинное видео. Чем много коротких. Ну. Чередуем. Окей. You know. Summer has come. It's such a wonderful time. I think everyone will support me. As for me. I was really looking forward to summer. What can we do in summer? Lots of things. I particularly like spending time in the open air. It's very good for our health. Don't think that I only go on foot. I am really keen on cycling. I like speed. The next important thing is that summer time is a period of holidays for many people. You can do what you want. You don't need to go to school or university. You just need to pass the exams. As far as I am concerned, I work less in summer. I like spending time in the country house. I usually go abroad in summer. I am going to visit California and Madrid this summer. Good plans. I know that traveling is so exciting. To be honest, I don't understand people who like to stay at home all day, even in summer. To be sincere, I like learning English, but I can't do it all day. I need diversity. I have come to one interesting conclusion. I noticed one thing. If I do sport, I learn English better. It sounds strange, but it's a fact. Physical exercises help me study. I need breaks. What does it mean? Let's look at two possible situations. I can learn English for seven hours without any break. It's one option. The second variant is that I study English for two hours and then I have a break for two hours. After that, I study English for three hours. In total, I study English less for five hours instead of seven hours. But my productivity is much higher. In addition to it, I feel much better and I really feel much more positive. You know, it's very important to do everything with pleasure. I also believe it concerns English. Learning English is no exception.